Ребята, всем огромный привет! С вами Светлана. Екатерина. Наконец-то начался последний месяц этого года. Декабрь, как вы знаете, мой любимый период в году, это предновогодние хлопоты. И у нас сегодня с вами, посмотрите, какая красавица, во-первых, в кадре. Я её не представила. Ну там кот пошёл, ей уже с котом-то интереснее, чем с нами. Маленьшка, маленьшка. Ой, смотрите, действительно кот пошёл. Заметьте, наш с ней парный лук. Идеально, как мне кажется. Декабрь – это месяц, когда надо успеть абсолютно всё, особенно что касается работы. Но мы всё-таки сегодня не про работу. Мы будем говорить о более приятных вещах, о тех вещах, которые должны сделать наш с вами декабрь волшебным. Немножко чудо и позитива добавим в нашу с вами жизнь. У меня есть, вот, кстати, чудо и позитив. Это жопа. Молодец, Батон, я даже аплодирую тебе. Мне кажется, ты показал всё, что можно сказать о 22-м. Прекрасно. Так, отвлекаемся. То есть сейчас моя мысль пойдёт не туда, куда она должна была пойти. Ребята, успеть до Нового года всё, конечно же, невозможно. Но у меня есть несколько пунктов, которые очень хотелось бы осуществить. Во-первых, ну, декабрь. Вы знаете мою страсть к адвент-календарям, поэтому обязательно, обязательно до Нового года я должна хоть какой-нибудь адвент, хоть какие-то сюрпризы, я должна обязательно по одной ячеечке в день открывать. Если, конечно же, у меня хватит терпения. У меня обычно с адвент-календарями случается небольшая истерика. Я веду себя как ребёнок и открываю всё сразу. Я не пойму, что вы делаете? У вас с кошкой какой-то там обмен шерстяными покровами? Или что у вас происходит? Сегодня в видео я вам расскажу о тех книгах, которые собираюсь читать в декабре. И все эти книги куплены по вашему совету. Так что, если что, я знаю, кого обвинять в покупке этих книг. Наконец-то! Просто наконец-то я знаю! А не потому, что обложка красивая. А не потому, что обложка красивая. И мне захотелось. И сегодня мы, конечно же, будем говорить о фильмах, о рождественском, кинематографе, прекрасном, потрясающем, о тех самых фильмах, книге или фильмах. Я за фильмы. Я вообще чувствую, что я здесь буду, знаете, присутствовать в основном, потому что... Бочок записался, извиняюсь. Нормально. Мне кажется, у нас Светлана, вот этот специалист, я подобрала рождественские книжки, я подобрала рождественские фильмы. Сейчас всё будем смотреть. И я только... Давай Гарри Поттера посмотрим. Я больше ничего не знаю. У меня есть определённые фильмы, которые я должна посмотреть в декабре. Чего бы мне это ни стоило. Это... Гарри Поттер. Второй год подряд мы смотрим его с субтитрами в оригинале. Я просто обожаю Дамблдора слушать в оригинале. Это теперь мой любимый персонаж. Затем обязательно 200 сигарет. Это лучший просто новогодний фильм. И мне очень приятно, что когда мы со Светой начали общаться, оказалось, что она этот фильм любит точно так же, как и я. Из позапрошлого года к этому небольшому списку у меня добавился сериал Дэш и Лили. Я очень расстроена, что его не продолжили. Надо было снимать каждый год по новому сезону. Дэш и Лили – это любовь. Но именно в декабре со мной случается чудо. Я небольшая любительница сентиментальных ромкомов. Сентиментальных ромкомов. Маша масляная, каша кашляная. Что она сказала странное. Короче, я небольшая поклонница таких фильмов. Но рождественское кино – это отдельная тема. От Хоуморк. Естественно. И чем дурнее это кино, тем, конечно же, ребята, лучше. Я просто обожаю рождественские ромкомы. Чем он слаще, чем он приторней, чем невероятнее и невозможнее все, что там происходит, тем для меня лучше. У меня в этом году, ой, ребята, я вообще не знаю, как я переварила эту новость. И до сих пор нахожусь в своем уме и разуме. Я просто, просто обожаю. С Ванессой Хаджинс. А это же у нас королева рождественских ромкомов, рождественских комедий «На месте принцессы». В первом фильме «На месте принцессы» главных героинь было две, две близняшки, которые менялись местами. Во втором… Они не близняшки, они случайно похожи друг на друга. Хорошо, пусть будет случайно. Во втором фильме их стало уже три. В третьем фильме их снова, по-моему, было три. Да, да. Но действие продолжалось. И в этом году я губу раскатала. Их будет четыре. Что их станет четыре. Опять будет просто мой наилюбимейший рождественский фильм. Один дома отдыхает уже по сравнению с «На месте принцессы». Кина не будет. И я каждый ноябрь сажусь и целенаправленно выискиваю рождественские фильмы, которых я еще не видела. Обычно получается, что я их очень много смотрела. Я иногда ими до тошноты просто обсматриваюсь, но все равно смотрю. И получается в основном, что я не видела большинство фильмов предыдущего года. Что-то новенькое, прям горяченькое, про что я еще не знала, вышло. Это я телефончик. Я что-то сегодня какая-то некультурная. Ну ладно, то почесалась, то телефончик протерла. Бывает. День такой. Короче, в основном у меня здесь, наверное, в моей подборке будут фильмы вот этого года. Ребят, я сейчас буду с вами узнавать, что мы смотрим. Кстати, вот из новинок, нет, наверное, в позапрошлом году был классный фильм с Эммой Робертс. Про праздники. Да, 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 да. Боже, «Холидей». Он был очень изумительный, очень прекрасный. Если кто-то не знал, я дикая поклонница Эммы Робертс. Она совершенно очаровательна. И в этом году у нас уже с Линдси Лохан будет фильм «Незабываемый». Вернее, он есть уже. Это триумфальное возвращение Линдси Лохан на экран. А мне кажется, вернуться на Рождество просто нет ничего более триумфальное. Незабываемое Рождество. Она на постере. Огненно-рыжая. В огненно-красном, сверкающем платье. Я обожаю просто, знаете, особенно фильмы «Холмарк». Во-первых, в домах, я, кстати, не помню, с Линдси Лохан это «Холмарк» или нет, но неважно сейчас, я именно про них. Ну, по обложке это что-то близкое. Да, в домах обстановка, вот такое ощущение, что ты живешь в универмаге рождественском. У тебя по пять ёлок в каждом углу, одна в центре, к потолку прикручены, и ты весь в ёлках, весь в мишуре, весь в шарах. И вроде как бы истошнить хочется, но денег это всё стоило много и дорого нельзя. Нельзя. Это настолько всегда искусственно выглядит, настолько плохо, настолько... Это так плохо, что даже хорошо. Что даже хорошо. С Линдси Лохан очень хочу посмотреть фильм, она мне нравится. Она совершенно изумительная, прекрасная, вот была в детстве, в юности, и очень жаль, конечно, что у неё так сложилась жизнь. Ну, мы не будем сейчас о грустном, мы говорим о приятном. Ещё одна громкая новинка, а мы изначально пойдём по громким новинкам этого года. Ребята, Уилл Феррелл и Райан Рейнольдс, которого я терпеть не могу, он мне очень сильно не нравится. В смысле? Но мне он нравится, ну, у меня к нему такие, знаете... Мне кажется, ты его с Райаном Господом попудала. Вот у меня приблизительно одинаковые от них впечатления. Серьёзно? Да, такие два щеночка побитых. Но поэтому с Рейнольдсом мы смотрим почти каждый его новый фильм. А вот это опять тот самый случай так плохо, что даже хорошо. Просто шокировано. У меня к нему нет... Подождите, у меня к нему противоречивые чувства. Он мне вроде симпатичен, но немножко... И вроде Дэн Пулу он тебе нравится. Но немножко противен. Он мне не очень нравится, какой он в жизни, а как в кино играет хорошо. Мы смотрели вот этот абсолютно дурной фильм «Главный герой» два или три раза. Да, и я ещё пересмотрю. В этом фильме, в «Главном герое» он раскрывается со всех возможных сторон. Ребят, в духе Рождества называется фильм, и это мюзикл. Что я ненавижу больше мюзиклов в кинематографе? Да ничего. Но на Рождество, если в рождественском фильме нет песен... Рождество смотрели какой-то рождественский мюзикл с Оливией Спенсер. Я столько смотрела рождественских мюзиклов, что, честно говоря, я не могу... Пока она болтает, я сейчас найду, ребят. Одно от другого уже отличить. Я столько пересмотрела рождественских фильмов, что иногда мне кажется... Знаете, они у меня в одну ленту все слились. Есть, конечно, исключение, на месте принцессы. Среди рождественских фильмов на месте принцессы заслуживает Оскара. Если бы такой, конечно, бы вручали. Вот так. И с огромнейшим просто, с огромнейшим нетерпением я жду рождественский фильм. Жесткий, жестокий. Да! С Дэвидом Харбором. Называется он «Жестокая ночь». Я очень люблю... Боже, как этот фильм назывался про жестокого Санта-Клауса? «Плохой Санта» с Вилли Бобом Тортоном. Да, да, вот, вот, плохой. Я люблю в таком духе, когда еще образ Санты используют нетипично. Это мне тоже интересно. И вот после этих фильмов мы с вами пойдем уже по... По тихим новинкам. Таким новинкам, знаете, и может даже не новинки. Хотя нет, вот «Рождество с тобой», где играет Фредди Принц-младший. Я обратила на этот фильм внимание только из-за Фредди Принца. Я его очень давно нигде не видела. А в свое время, боже, как назывался... В конце 90-х он был... Он был очень... В опасных связях. В опасные связи, да. Которые... С Райаном Филиппом. По... Шадерло де Лакло. Назывался по-другому. Только на современный лад они его переделали. Боже, как он мне там нравился. И вот в конце 90-х реально он... Ну, он был очень популярен, как мне кажется. И, пожалуй, с того времени я его не видела. И для меня это вот как в случае с Линдси Лохан, это будет триумфальное возвращение Фредди Принц-младший в фильме «Рождество с тобой». Ребята, смотрим все обязательно. Вот еще меня новиночка зацепила своей аннотацией. «Рождество среди сосен». Два главных героя. Поправочка. Фредди Принц не играл в «Опасных связях». Мы его перепутали. Он играл, я знаю, что вы сделали просто... Вот, 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 вот. Я знаю, что вы сделали просто... Ты меня запутала. Точно так же, как Оливии Спенсер не существует. Есть Октавия Спенсер. И она не играла в рождественском фильме. Она играет в новом с Рейнольдсом. Видишь, все в моей голове перепутала. Извините, мне надо выйти. А там рождественские полочки, знаете, они очень зыбкие. «Рождество среди сосен». Главные герои селятся вынужденно в одном коттедже, который они купили, и у них начинается вот то самое противостояние, когда, ух, ненависть доходит до любви. Или доводит до любви. Я не знаю. Вот как-то так. Что-то такое случается. Я вспомнила еще одно рождественское кино старенькое. Это «Отпуск по обмену». Ребята, фильм прошлого года «Холмарк». Я его не видела. И вот это как раз... Ёлок будет много. Как раз те самые искусственные интерьеры, искусственная улица, которая вся сияет и блестит, называется «Рождество в замке Харт». И дело в том, что здесь все действие разворачивается в Ирландии. И мне кажется, что «Холмарк» очень любит брать главных героинь, каких-нибудь, знаете, там, дизайнеров. А, я думала такое. Нет, я по профессиям. Хотя у них есть на любой вкус. «Холмарк», он никого не обижает. Он возьмет любую профессию. Кондитер есть, уборщица есть, президент компании есть, диджей был. То есть они никого вниманием не обделяют, потому что Рождества достойны абсолютно все. Так что «Холмарк», он молодец, впереди планеты всей. Нет, давайте вот этот еще скажу, потому что здесь у нас, ребята, триумфальное возвращение еще раз. Ну, для меня триумфальное, потому что «Брукшилдс» я тоже давно нигде не видела. «Замок к Рождеству». Это тоже фильм уже прошлого года. Но вот у меня бывает, что пересматривая фильмы прошлых годов, я упускаю какие-то новинки. Да и негде мне особо брать информацию по новинкам этого года. Они вот обычно ко мне приходят как-то позже. «Брукшилдс» мне очень нравилась. Она тоже была крайне популярна. И «Замок к Рождеству». Да, я же правильно вижу, что здесь у нас молодой человек в Киилте шотландском. Поэтому я очень надеюсь, что действие разворачивается в Шотландии. Екатерина Евгеньевна, мы переходим к книгам. Я так понимаю, у тебя особо планов-то нет, да? Что там читать, что смотреть, и как всегда на меня надеешься. Ну ладно. Ребята, книги я покупала по вашим советам. Здесь еще не все. Ко мне еще идут несколько заказов с рождественскими историями. Но я начну уже вам про них рассказывать. «12 рождественских свиданий». Главная героиня считает, что свидание... Это куда ты меня... Потрогать. Потрогаешь чуть позже. Потерпи, пожалуйста. Главная героиня считает, что свидание... Это, знаете, дело такое. Ну, свидание и свидание. Нафиг туда ходить на эти свидания. Ничего хорошего из них все равно не выйдет. Но, естественно, под Рождество случается чудо, и у нее состоится целых 12 свиданий. И в этой книге еще обещаны рождественские рецепты. И очень многие написали именно вот про 12 рождественских историй. А у меня запрос был, когда я просила вашего совета, именно что это должен быть ромком. Он должен быть очень сладенький, очень сентиментальный. Вот прям вот, прям романтика, романтика. Света, держись, тут есть брауни с орехом. Уже отлично, значит, не зря была куплена эта книга. И какое-то печенье. Пойду-ка я почитаю рецепт брауни. Я надеюсь, что эти 12 рождественских свиданий вот с лихвой мне дадут именно тех романтических ощущений и впечатлений, которые мне так хочется получить перед Новым годом. Следом идет книга. Сара Морган. Наше худшее Рождество. По-моему, она выходила в прошлом году. И здесь у нас две главные героини. Это, кстати, не одна книга, там целая серия, посвященная Рождеству. И в ней вышло две книжки еще точно. И я их себе, конечно же, заказала. Здесь у нас две главные героини. Очень давно не общались с своей матерью. По-моему, там что-то 5 лет. И вот на одно из Рождеств, на Рождество, она их приглашает к себе. И они, естественно, начинают узнавать и много нового о своей матери. Какие-то всплывают скелеты. И как им кажется, что это будет худшее Рождество в их жизни. Но если бы это было не Рождество, возможно, это было бы и так. Но здесь же должно нас ждать какое-то рождественское чудо. Рождество толстенькое. А, ну здесь всего-то 380 страничек, и зато есть лисе. Ну что вы думаете, господа? У нас здесь снова шотландское Нагорье. Понятно, понятно. Так, ребята, следующая... Это я бы советом покупала. Хорошо. Следующая книга... Как облуплено. Следующая книга мне по аннотации немножко как раз-таки напоминает Дэша и Лили, но не сюжетом, а отношением к празднику. Здесь у нас... А, без тебя Рождество... Что-то еще раз, подождите. Без тебя Рождество не наступит. Главная героиня обожает Рождество. Обожает отмечать его в семейном кругу, а ее сестра уезжает, родители решают провести все это на море, и она остается одна. Грустинка. Ну да, это похоже. Что ей делать? С кем ей отметить это Рождество? Вон тут находится один замечательный сосед, который, я надеюсь, скрасит ее денечки, и у них все будет очень хорошо. Это уже нереалистично. Почему нереалистично? А может наш сосед сверху тоже обожает Рождество? Или Новый год в нашем случае? У него каждый день праздник. Он хороший человек, любой праздник любит. Ребята, еще одна книга, которая называется... Это экранизировано? Я не знаю. У меня здесь именно надежда на романтику и на вот что-то такое прям любовное-любовное, это от автора «Будки поцелуев». Да. А «Будку поцелуев» я читать не смогла. Поэтому это мне должно понравиться. Натали Кокс не только... Она знает даже какую-то «Будку поцелуев». Я вообще не в курсе. Кать, ты столько моих граней, тебе еще неизвестно. Я могу открываться и открываться, как шкатулка с сокровищами. Восставшим из ада. Другая шкатулка. Сразу вспомнила «Ящик Пандоры». Какие-то у меня сравнения, все, забыли. Многогранная я личность. Хорошая. О, Боже. Натали... Натали Кокс не только на Рождество. Обложка. Здесь эта серия, по-моему, про кота Боба, что-то такое. Там все книжки связаны с животными. Но здесь у нас главная героиня на Рождество попадает в гостиницу для собак. По-моему, гостиница для собак. Ей приходится встречаться с симпатичным ветеринаром. Прям приходится. А эта картинка мне очень сильно напоминает о «Леди и бродяге». Очень люблю этот мультфильм. Я надеюсь, что книга будет трогательная. А вот эту я уже взяла, дорогие друзья. Вот тут обвинить мне будет некого. Я ее взяла на свой страх и риск. Это новинка. Вы знаете, я вам говорила... Это тебя уже пришло. Ой, ну когда меня уже как-то отнесет обратно там, мне хотелось бы знать. Света, посмотри, как мило. Натали Кокс написала эту книгу вместе со своим стареньким шоколадным лабрадором, который пыхтел рядом. Уже трогательно. Я уже довольна, что эту книгу себе купила. Я как-то пару недель назад вообще сидела, просматривала вот новинки этого года рождественские и особо ничего не увидела. Возможно, было еще рано. И вот я подцепила. В последний как раз заказ положила вот с этими рождественскими книгами. Называется она «Всегда в декабре». Здесь главная героиня встретит парня на Рождество, потом они как-то их жизнь разнесет, и они в течение года жизнь разнесет их в разные стороны. Они их просто разнесет. Прекратите, Екатерина Евгеньевна, серьезных... Я аж голос себе сорвала. На серьезных вещах. Ну, поправиться можно. Ты мои глубокие струны душевные, тонкие затронула. Аж плакать захотелось. Там кого-то свет это разнесет. В разные стороны. Их судьба раскинула. Раскидает свет. И в течение года... Судьба раскинует. Так все. И в течение года они будут там сталкиваться в самых неожиданных местах. Они будут ближе съезжаться. Мне напоминает «Холидей» с Эммой Робертс. Они же там тоже как-то свидание специально устраивали в течение года, только в определенные дни. Надо этот фильм посмотреть. Знаете, что мне понравилось в фильме с Эммой Робертс? Ее леопардовая шуба. Я хочу себе такую шубу уже несколько лет. А чудо не случается. Знаешь, леопардовая шуба. Да найди еще такую, чтобы мне понравилось. А, ну это просто ты вредная. Вот претензии там какие-то еще что-то. Выпендрежница, короче говоря. Ребята, и все действия, естественно, закончатся тоже в декабре на Рождество. Очень надеюсь, что эти книги мне помогут хапнуть хорошего настроения, позитива, расслабиться, отдохнуть, поумиляться, поулыбаться. Просто помечтать о чем-то хорошем. Все-таки декабрь – это совершенно прекрасный месяц. Все, я поняла, кого мне напоминает Света. Был какой-то фильм с Рэббл Уилсон, когда ее ударило по голове, и она решила, что она в ромкоме. Вот это примерно так. На Свету упали рождественские книжки. Но заметь, меня даже бить по голове не надо, чтобы я себя почувствовала в ромкоме. Пожалуйста, делитесь своими списками рождественских фильмов. Особенно новиночками. Да, особенно новинками. Этого года это вообще будет бесценно. Книжными новинками и вообще, в принципе, любимыми рождественскими книгами тоже обязательно делитесь. Не забывайте дарить положительные эмоции своим близким, друзьям, знакомым, просто проходящим мимо на улице людям. И, конечно же, своим маленьким друзьям, своим питомцам. Мы на этом будем заканчивать сегодняшнее. Не знаю, ты обидела меня. Заканчивать будем свое видео. Но я прощаю тебя, потому что я положительный рождественский, вернее, я новогодний человечек. Декабрьское чудо. Я декабрьское чудо, родившееся в августе. Света, ты декабрьское чудо, потому что родилась через 9 месяцев. О, Боже. Вот, 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 вот как оно бывает. Я еще пересчитаю, потом сама ты могла. Я декабрьское чудо. На этом мы будем точно заканчивать. Моя судьба, моя душа, вот почему она такая, такая чудесная. Я декабрьское чудо. Ребята, мы на этой торжественной, прекрасной ноте установления истины наконец-то будем заканчивать. Сегодняшнее видео, фильмы, книги, с вас, списки, мы ждем вот там внизу в комментариях. На этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Котики, окунайтесь в новогоднее настроение.